На студии НФМ программы «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и напротив меня сидит наш постоянный эксперт Михаил Шевелёв, руководитель Кировского регионального отделения политической партии «Гражданская платформа». Михаил, добрый день. Юлия, добрый день. Ну что, на этой неделе мы подводим итоги уходящего 2016 года. А вот издание «Бизнес новости» анализирует предварительные итоги по вложениям инвестиций в экономию Кировской области. Давайте с этого начнём. Итак, объём инвестиций в основной капитал составил 38,5 миллиардов, это 93,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, то есть со снижением. Далее, когда коллеги наши начинают анализировать отдельные отрасли, вроде бы как всё неплохо выглядит. Производство машин и оборудования там рост больше, чем 200%, обработка древесины 10%, жилья в этом году понастроили, мама не горю, очень много. И складывается ощущение, что вроде всё у нас неплохо. Ну, такого ощущения на самом деле нет. Так. То есть цифры, особенно в процентах, нам говорят о том, что вроде бы, в общем-то, жить можно, но внутреннее психологическое состояние свидетельствует на самом деле немножко обобратно. И здесь я бы, наверное, выделил, ну, такой основной момент, то что мы как-то привыкли аэропортовать, ну, то есть говорить о том, что вот столько-то и сделали, так-то и сделали. Хотя на самом деле, ну, скажем так, хвататься-то по большому счёту нечем. Потому что если сравнивать в абсолютных показателях с соседними регионами, то мы, скорее всего, увидим, что, ну, по большому счёту, вот те инвестиции, которые у нас сегодняшние, ну, в этом году совершены, они были запланированы гораздо раньше. С учётом того, что где-то примерно 10 лет назад, когда меня спрашивали о том, чем бы вы характеризовали ушедший год, я, честно говоря, сейчас не помню, какой год был, у меня пришло только вот одно. То есть я помню, что там один из крупных, одно из крупнейших предприятий оборонного комплекса, по-моему, тогда лепше это было, оно ушло под контроль сторонних, скажем так, других регионов. То есть основные владельцы контрольных пакетов стали предприниматели, либо там вертикальная крупная корпорация из других регионов. И вот когда этот контроль ушёл, то мы оказались в ситуации, когда практически вся экономика, ну, или там, скажем, 90-х лишних процентов, зависимы от людей, которые, ну, по сути, не проживают на территории Кировской области. И в этой ситуации говорить о том, что вот в этом году инвестиции у нас нормальные или плохие, или хорошие, мы должны, исходя из того, когда это решение принималось, ну, собственно говоря, что это за инвестиции. Я думаю, что львиную долю в этих инвестициях составляют инвестиции, например, в строительство завода «Алмаз-МТ». То есть это «Нанолек», это, ну, другие отрасли, которые достаточно давно запланированы. То же самое с жильём. То есть ввод жилья в эксплуатацию, это ведь не означает, что 1 января начали строить, там, да, и в декабрю построили столько много квадратных метров в этом году. На самом деле это говорит о том, что в определённый период после кризиса 2009 года, когда было принято решение о том, что бороться с кризисом мы будем путём снижения ставки по ипотечному кредитованию, делая доступным ипотечное кредитование для рядовых граждан, да, то через эту отрасль мы будем как-то выходить из кризиса. И тогда очень многие строители как раз почувствовали ещё большую, скажем так, возможность поучаствовать в этом празднике, скажем, цен на жильё. И они организовали и реализовали достаточно много проектов, связанных со строительством жилья. Я не говорю сейчас про крупнейшую тройку, да, кировпедмонтаж, к чувствам КССК. Но я посмотрел по рейтингу долевщиков, компаний, которые, это общероссийский рейтинг, у нас там, по-моему, 20 с чем-то компаний, которые занимаются строительством с разным количеством квадратных метров. Ну, по-моему, там все больше тысяч квадратных метров, а там некоторые сотни тысяч квадратных метров. То есть это говорит о том, что в своё время строить начали, начали многое активно, деньги стали собирать у населения, долевое строительство стало доступно в гипотеке. И вот эти все заложенные тренды, они, ну, сложились в 2016 году. То есть, а что будет в 2015-м, 2014-м? То есть, если брать прогноз по этим годам ввода в эксплуатацию, то я думаю, что мы увидим достаточно большое количество проблем. Снижение ликвидности компаний-застройщиков. То есть, они сейчас вынуждены продавать по любым ценам квартиры с тем, чтобы достраивать то жильё, с тем, чтобы не стоять и демонстрировать, ну, скажем, то, чтобы хотя бы жильё просто строится. Снижение уверенности в завтрашнем дне приводит к тому, что люди, ну, менее охотно входят в долгосрочные инвестиционные программы, в том числе в гипотеку. И вот эти вот психологические аспекты, они, скорее всего, свидетельствуют о том, что тренды, связанные с инвестициями, которые есть у Кировской области, они, на самом деле, ну, не такие, что ли, оптимистичные, как они рисуются в цифрах, там, в процентах, особенно. Вот я про это бы сказал. Тот факт, что в основном предприятия сами вкладывают в себя. Ну, то есть, каких-то новых крупных инвесторов, новых крупных инвестпроектов я как-то не заметила за 2016 год. Вот еще есть один момент, который вот мы когда, ну, с вами договаривались о передаче, да, то есть я немножко посмотрел. На мой взгляд, основной тренд этого года, вот так вот, скажем, по крайней мере, отложившийся у меня в голове, это то, что у нас оформился очень большой разрыв между более-менее успешными предприятиями, которые сформировали свой рынок, которые устойчиво развиваются, которые заняли свои ниши, ну, достаточно так устойчиво на рынке, да, в том числе, там, с приходом крупных сетевых компаний, ритейлеров. То есть они заняли эти рынки, и видно, что, например, когда 15-й год анализировали по выручке, да, ну, думали о том, что вот кризис, соответственно, вроде бы меньше должно быть доходный, да, у многих компаний, там, у топ-20 компаний, условно говоря, Кировской области, рост прибыли, там, составил, ну, очень большие проценты. То есть там, это, там, рентабельность, ну, я не буду сейчас о рентабельности, но это рост. У всех практически чистая прибыль выросла достаточно существенно. И в то же время мы видим, что малое-среднее предприятие, там, либо закрываются, либо уходят в другие регионы, либо, ну, несут какую-то, какие-то сложности с выживанием. За счёт чего растут большие? За счёт того, что они, скажем так, более, что ли, устойчиво пользуются теми открывающимися нишами, с которыми, с которых уходят средние и малые компании. За счёт снижения конкуренции. За счёт поддержки и усиления внимания власти именно на крупные предприятия. То есть нам, у нас сейчас, как воздух, необходимо, ну, условно говоря, демонстрировать некие, там, положительные примеры, устойчивую, там, динамику роста, или, там, хотя бы, ну, промышленный рост необходим. И, соответственно, внимание к таким предприятиям, которые, ну, успешно, там, скажем так, да, то есть пищевая промышленность, оборонный комплекс, обрабатывающая промышленность. То есть с тем, чтобы продемонстрировать успешность, к ним внимание большое, и, соответственно, они, ну, получают какие-то, может быть, больше преференции, большую защиту, больше понимают, что они нужны региону. И, соответственно, там, за счёт того, что они рабочие места формируют и так далее. То есть к ним внимание вот так вот повернулось, и смотрят на них, да, давайте мы вам поможем, вы, как бы, главное, работайте. И за счёт этого в целом-то система, в целом, ну, так скажем, вот как раз вот такой пласт предприятий, которые обеспечивают вот эту вот, ну, работу, оно стало, ну, истощаться, что ли, плодородие предпринимательское стало истощаться. То есть у нас же есть закон, там, 20 на 80, да, то есть 20% крупнейших, 20% крупнейших компаний дают, там, ну, 80% там всей выручки. Ну, на самом деле, бывает больше гораздо, там, выручки, доходов, там, эффективности и так далее. Вот. То в этом-то случае мы рискуем, что вот уменьшая плодородность вот этих 80%, которая тоже необходима, мы 20-то всё равно, как бы, ну, снизим. Поэтому необходимо внимание на все слои, то есть необходимо внимание и поддержка всем слоям предпринимательского сообщества. Слушайте, про поддержку малого и среднего бизнеса, ты слышишь, чуть ли не из каждого утюга, извините, пожалуйста, за сравнение, она не достигает цели? Она очень формализована, то есть она на сегодняшний день очень формализована, и, скажем так, просто она должна быть, для галочки, например. Вот на следующий год, например, на поддержку малого и среднего бизнеса в бюджете города Кирова, сколько вы думаете заложен в день? Я боюсь предполагать. Там порядка 8 миллионов рублей. То есть 8 миллионов рублей в год на поддержку. То есть мне представляется, что это есть некий пул предприятий, ну, компаний, там, возможно, там, небольших, там, средних компаний, которые уже там в свой бюджет вставляют, что мы пойдём туда и получим там какие-то субсидирования процентной ставки и ещё чего-то. То есть это не может быть каким-то массовой помощью или там институционально, там, инфраструктурно какая-то, ну, какая-то, что-то сделать вообще невозможно. Начнём с того, что большому количеству предпринимателей этими деньгами не помочь. Абсолютно верно. То есть погоду этими деньгами не делают. Хотя, наверное, можно было бы, но тогда нужно проявить изобретательность и какой-то, может быть, там, ну, такой достаточно длинный, сложный подход, который бы позволил воодушевить, там, ну, и совершить какой-то прорыв, возможно, в какой-то там отрасли, чтобы там вятка стала какой-то там мягкой, куда бы поехали и стали чем-то заниматься. Вот на самом деле, хотя я таких вещей не вижу. Что бы ни говорили там по разным предпринимательским кластерам. А вот про промпарки мы обязательно поговорим далее. Я напомню, что это Михаил Шевелёв, и мы с ним подводим экономические итоги года 2016-го. Сейчас мы прервёмся на небольшой перерыв и очень скоро вернёмся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что это особое мнение Михаила Шевелёва, руководителя регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», экономиста, журналиста, нашего постоянного эксперта. Михаил, ну давайте тогда продолжим про промпарки. Очень неинтересная тема. Очень неинтересная тема. Давайте тогда коротко продолжим. Широко декларируется промпарки там, промпарки там, промпарки там. Эта история вообще за 2016 год получила какое-то развитие по вашему мнению? Я думаю, что она получила развитие только в том, что она перестала, может быть, так муссироваться. То есть, на самом деле, насколько я помню, промпарки, эта тема ещё там 2010-го года там появилась, потом как-то стала развиваться. И каждый год мы слышим о том, что здесь будет город-сад. Ну, пример покажите. Про резидентов, про якорных арендаторов и так далее. Абсолютно мифическая тема, которую я даже на сегодняшний день не хотел бы развивать. На самом деле, есть промпарк в Слободино, да? Указатель видел. Не видел его, на самом деле. Указатель видел. В этом году проезжал именно этого указателя. Красивый указатель. Дорожка такая красивая уходит в этом направлении, да? Не знаю, кто там будет. Но буквально в паре километров от этого места строится логистический центр магнита. Вот это определённая фантастика. Потому что я понимаю, что там год назад был пустырь. Абсолютно неподготовленная площадка, да? Когда я проезжал в августе месяце, в начале августа месяца, там уже было несколько этажей возведённых. Там уже была практически там выровненная вся площадка. Стояла куча машин, постоянно туда ездили там машина за машиной, которая возила грунт, возили там стройматериалы, техника. Люди работали во всём. То есть я понимаю, что за год они, скорее всего, этот логистический комплект приведут в такой порядок, который будет там действительно создаст несколько тысяч рабочих мест. Вот это подход. То есть понятно, для чего он нужен, понятно, почему он здесь. Быстро стратегия. Ну и, собственно говоря, отсюда и очень быстрое воплощение. Вот с нашими промпарками я, честно говоря, до сих пор не понимаю, под какую цель, с какой логистикой, кого планировали там увидеть. Я так полагаю, что это было желание и необходимость, в общем-то, проявить некую бюджетную смекалку, хватку. То, что пока деньги бюджетные есть, нужно что-то построить. А там дальше видно будет. То есть ввязаться в драку, а там дальше... А давайте, а давайте. А давайте, а давайте. Потому что я помню, что даже вот первая встреча с предпринимателями, которая была послободена, я уже не помню, сколько лет назад, когда он ещё только был в задумках. Да, то есть предприниматели очень простую вещь там спросили сразу у инициаторов. А вы скажите, а там будет прямое транспортное сообщение с Кировым? То есть там будет открыт рейс автобусный? То есть вы, как бы, если вы планируете несколько тысяч рабочих мест, то, соответственно, туда должен быть пущен автобус, потому что рабочих-то не нужно туда. Ну, как-то они туда должны банально приезжать. Как-то добираться, конечно, должны. То есть там же будет сосредоточение определённой жизни. Вот. И этот вопрос туда, насколько я помню, поставил так в тупик организаторов, потому что это простые вопросы, которые требуют действительно решения. И те интересанты, которые есть, они сразу там задавали вопросы, потому что сколько там будет энергетических мощностей, зачем их так далеко там располагать, если можно там в другом месте, например, расположить. Ну, и простые экономические вопросы, которые людей, которые умеют считать деньги. А здесь вот эти вот решения, которые, они, конечно же, всегда подвергались критике, находились стрелочники, но вот до сих пор, я, честно говоря, не знаю ни одного успешного резидента, который бы мог продемонстрировать, что все эти сотни миллионов и миллиарды рублей... А хоть одного резидента вообще знаете? В принципе. Нет, в принципе не знаю. Хотя они есть. То есть, я знаю, что они есть. Они должны быть. Их не может не быть. Ладно, Михаил, хорошо, давайте закончим про промпарки. Я напомню, это Михаил Шевелев, и мы подводим экономические итоги 2016 года. Я недавно нашла такую цифру. Это недоимка по основным видам налогов коммерческих предприятий по состоянию на 1 ноября 2016 года. К сожалению, я не располагаю этими цифрами в динамике. Это было бы очень интересно. 72 миллиона рублей. Ну, какая-то очень смешная цифра. То есть, по моим ощущениям, ну, по крайней мере, по моему опыту последних 3-4 лет, там, да, то есть, средний уровень доначислений по налогам, там, да, по компаниям, по тем, кому вышли с целенаправленной проверкой, с подготовленной проверкой, он составляет где-то порядка 5% от уровня выручки. То есть, 72 миллиона рублей. И это, на самом деле, ну, миллиард 400, наверное, да, выручка. Это почти ни о чем. То есть, это очень небольшие предприятия. Вот, и, честно говоря, я даже цифру не знаю, как комментировать, потому что, на самом деле, может быть, это исключительно не доимка, там, по какому-то периоду, может, по году, по какому-то одному налогу, там, да, то есть, которая, ну, деньги, которые, ну, цифры, которые задекларированы, по основным видам налогов туда входит НДФЛ, на прибыль, на имущество. Ну, уверен, что, как бы, цифры серьезно занижены. Очень серьезно занижены. Ну, вот, смотрите, пример, да, там, предприятия типа «Сельмаш», там, год платят, примерно, наверное, миллиард, то есть, налогов, как бы. А, соответственно, ну, в том числе и НДФЛ, в том числе и, там, другие. То есть, 72 миллиона рублей только с точки зрения НДФЛ, ну, это очень небольшая цифра. То есть, если даже брать, например, там, ну, я не знаю, о чем эта цифра, поэтому мне сложно комментировать. Ну, хорошо, ладно. Давайте я вас попрошу, Михаил, сформулировать три главных, на ваш взгляд, экономических события 2016 года и объяснить, почему вы так думаете. Ну, я думаю, что, безусловно, главным событием я бы назвал это отток налогоплательщиков из Кировской области. То есть, это то событие, ну, как бы, это в совокупность, наверное, событий, там, главное из которых это сообщение о том, что крупнейший наш налогоплательщик, это Кирович Петский химкомбинат, он, я, насколько понимаю, даже не поменял прописку, а просто они изменили систему налогообложения и стали налог на прибыль платить консолидированно с другими подразделениями, в результате чего часть налога, она, собственно, ну, прошла мимо бюджета Кировской области. И это сформировало достаточно серьезные сложности с дефицитом бюджета Кировской области. С наполнением бюджета. Да, да, с наполнением бюджета. Вторым, вторым, к сожалению, тоже непозитивным моментом я бы назвал, конечно, ту ситуацию, которая с бюджетом Кировской области случилась. То есть, это, во-первых, с превышением, то есть, ну, по сути, арест счетов, да, то есть, требования для срочного погашения бюджетных кредитов, ну, и, как следствие, необходимость в авральном, в срочном порядке решать финансовые вопросы на самом верху. То есть, и, в общем-то, Игорь Васильев, заступив на должность, по большому счету, кроме вопроса выборов, нужно было сразу же решать, по большому счету, вопросы только финансирования банальных текущих социальных вопросов. И, насколько я знаю, на сегодняшний день ситуация еще до конца не решена, и вопросы с зарплатами, которые там, существуют по бюджетникам, да, они вот где-то на флажке должны решаться. Это очень серьезная, сложная задача. Вот эти два момента, на мой взгляд, такие серьезные и важные. Третье. Чему Вы отдали свое предпочтение? Ну, честно говоря, хотелось бы какого-то позитива, то есть, и хотелось бы, на самом деле, как-то, что ли, на мажоры, но эти завершить этот рейтинг, делав там экономику и бюджет какими-то привлекательными. Но я бы назвал то, что все-таки вот Кировская область вошла в число лидеров инициативного бюджетирования Российской Федерации. То есть, были отмечены на конференции, на итоговую Кировскую область вошла в четверку региональных, скажем так, правительств, чьи проектные центры реализуют проекты инициативного бюджетирования, ну, с очень серьезным уровнем эффективности. А что такое инициативное бюджетирование? Инициативное бюджетирование, это проекты с участием населения в прямом, скажем так, распределении средств бюджета. Ваш любимый ППМИ? Не только он, на самом деле, есть народный бюджет в Кировской области, и он тоже считается одним из лучших проектов, ну, из лучших практик Российской Федерации. Я должен, почему я бы это отметил? Не потому, что мы такие хорошие, там, и много знаем, умеем в этом, а потому, что на сегодняшний день, как ни парадоксально, я вот был в Воронеже, мне задали первый вопрос. Не считаете ли вы, что вот этот вопрос инициативного бюджетирования, а не на сегодняшний день, вот даже, посмотрите, 285 миллионов, которые выделяют на дворовые площадки для Кировской области, да, и федерального бюджета на ремонт, на благоустройство, это в рамках федеральной целевой программы, в которой будет расходовано порядка 20 миллиардов рублей. То есть власть поняла о том, что малые дела и местные территории, и территории для жизни людей, это очень важный вопрос. То есть, на самом деле, приведя в порядок наше ближайшее благоустройство, мы имеем возможность привести в порядок и наши мысли, и, собственно, ну, как-то позитивно думать о будущем, и тем самым получить некое развитие. Я должен сказать, что в свое время, насколько я понимаю, американцы вышли в новый виток экономического роста за счет простых программ, связанных с приведением в порядок метро и прочее, ну, скажем, уличную инфраструктуру, которая была разрисована, там, загажена и так далее. Переведя в порядок, благоустраивая эту территорию, уже не хочется, во-первых, мусорить, во-вторых, хочется, ну, смотреть на хорошее, и хочется заниматься не разрушением, а строительством. Вот этот подход, он, на мой взгляд, очень важен. И в этом плане, то, что президент 1 декабря сказал о том, что необходимо вовлекать местное сообщество, некоммерческие организации в процесс обустройства, что ли, жизни общества, они свидетельствуют о том, что не только в бюджете все плохо, но и власть понимает, что нужно консолидироваться с обществом для того, чтобы вместе, ну, решать задачи. А инициативное бюджетирование, оно наряду с тем, что позволяет решать проблемные вопросы жизни, оно еще и занимается определенным, скажем так, ликбезом, то есть повышением грамотности людей относительно бюджета, относительно того, как именно вообще устроено государство и как оно работает. Вот поэтому вот такие три темы, которые я бы выделил. Хорошо, на этом нам снова нужно прерваться, уйти на небольшую рекламу. Я напомню, это особое мнение Михаила Шевелева. Сейчас мы буквально на две минуты уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Михаила Шевелева, руководителя регионального отделения политической партии «Гражданская платформа», нашего постоянного эксперта. Михаил, давайте поговорим, наверное, не знаю, про одну из часто обсуждаемых тем в этом году, арест нашего экс-губернатора Никиты Белых и назначения нам Игоря Васильева. Как это повлияло на экономику области? Ну, вот если часто, да, если брать в масштабах, скажем так, то, скорее всего, не сильно повлияло. Потому, я объясню, почему. Про инвестиции мы с вами поговорили, потому что планирование этих инвестиций было осуществлено задолго до... Кстати, про инвестиции есть чудесная статья в новом номере журнала «Товар. Деньги. Товар». Да. Небольшая реклама. Да, Владимир Валерьевич Маматов, мы с ним много разговаривали, и он наконец-то свои мысли изложил на бумагу, должен сказать, что это получилось достаточно интересно и, на мой взгляд, правильно. То есть, по большому счету, вообще нужно говорить о некой реальности. То есть, понимаете, кризис позволяет нам более честно вглянуть в глаза в будущем. То есть, о Кировской области, наверное, вдвойне, потому что произошла и смена руководителя, и ожидаются выборы руководителя, и поэтому вот этот путь, пути изменений, он для нас достаточно важный и необходимо перестать, что ли, смотреть на проценты роста там, да, и так далее. А нужно посмотреть по-честному на период, ну, скажем так, там, свыше пяти лет гораздо, там, который предстоит новому губернатору, да, то есть на 10-15 лет, тем, чтобы сделать шесть так, чтобы потом не было, там, как сказать-то, неловко смотреть в глаза нашим детям. То есть, вот эти планирования, инвентаризация по-настоящему, что у нас есть, заключение честных отношений с предпринимателями по поводу того, каким образом мы будем, скажем так, относиться и к налоговой базе, и к тому, куда мы будем инвестировать. А оно произошло? Ну, если честно, я не заметил, но по одной простой причине. То есть, те бюджеты, которые вырастались, во-первых, они очень, ну, как это правильно сказать-то, осмотрительные. То есть, в них не заложено ничего... Осторожные? Осторожные, очень осторожные, чрезмерно осторожные. Не просто социальные, а чрезмерно осторожные. То есть, там шаг право, шаг влево, в принципе, ну, не заложен. То есть, и каких-то либо инвестиционных и вообще развивающихся тем там практически нет. Ни в бюджете Кировской области, ни в бюджете города. Ожидать их было бы, наверное, глупо в той ситуации, в которой мы, собственно, оказали, да. Но, с другой стороны, без этих позитивных ожиданий, позитивных перемен, ну, как-то вообще будущее страшно смотреть. Поэтому, вот, скажем, вот это вот изменение, изменение, вот это вот ожидание неких позитивных перемен, честных перемен. Вот это то, чтобы я как раз вот отметил в смене нашего руководителя. То есть, ожидание на сегодняшний день есть. Ожидание есть. Некий кредит доверия, который вы выдаёте новому человеку. Да. Он на сегодняшний день существует. Ну, вот хорошо, Михаил, а вы говорите, что каких-то глобальных экономических изменений из-за смены губернатора не последует. Но ведь у нас Россия такая страна, самое главное здесь вопрос, кто? Кто этот человек? Какой он? Никто от кем. Кто делает это дело? То есть, вопрос первого лица, он всё-таки важен. Вопрос там убеждений, устремлений и так далее. Ну, смотрите, то есть, у нас вот вопрос, вы сказали, кто? Я бы сказал, в кем. Потому что, естественно, ну, не естественно, ну, противоестественно, но очень по-русски, скажем так, договариваться и выстраивать определённые отношения с тем, чтобы вести бизнес и там смотреть с надеждой в будущее. То есть, те, кто были встроены и имели определённые договорённости с Никитой Юрьевичем Белых, они имели возможность там, ну, грубо говоря, там, строить школу в аванс, что ли, там, например. Или там, ну, я школу там условно говорю, там, да, какой-то социальный объект. Какой-то, да, социальный объект. То есть, рассчитывая на то, что слово отдали, соответственно, будут какие-то там дальнейшие... Ну, работа будет оплачена. Работа будет оплачена, да. Вот. Потому что, ну, на самом деле тяжело ведь, когда мы видим в системе, там, есть там система госзаказов, госзакупок, там, да, госконтрактов, есть определённое финансирование, которое, бывает, запаздывает, там, и не смотрит на то, как... Которое, как правило, запаздывает. Ну, на погоду не смотрит, как минимум, там, да. Да, то есть, и чтобы вот работа происходила, у нас, к сожалению, не получается вот таких, что ли, законов, которые бы учитывали все грани тех процессов, которые происходят в реальности, да. То есть, у нас есть закон, а есть реальность. Вот. Как сказал Потанин, интересную очень фразу, я дословно не воспроизвезу, но суть в том, что вся проблема у нас вот в такой работе, она заключается в том, что у нас слишком большое серое пятно между тем, что однозначно можно, да, то есть, однозначно можно, это то, что однозначно, ну, как бы, белое, и однозначно нельзя, это черное. Вот между ним очень большое расстояние, которое вроде можно, вроде нельзя. И предпринимателям, и многим предприятиям приходится вот в рамках этого серого пятна как-то действовать, выживать. Отсюда, конечно, первое лицо важно. И новое, любое первое лицо, которое приходит, оно говорит о том, что мы сделаем максимально четкие, понятные, прозрачные правила. Вот это белое, это черное. Но у нас система-то, она ведь выстраивается не в отдельном субъекте, Российской Федерации, правда, во всей стране. И поэтому вот это серое пятно, оно, к сожалению, все равно остается очень большим. И без каких-то определенных договоренностей, без определенных гарантий со стороны правительства многие крупные проекты просто не могут, собственно говоря, развиваться и существовать. Ну, хорошо, вот вы, пожалуйста, тогда ответьте, Михаил, на вопрос, который вы сами сформулировали. С кем же это все реализует Игорь Владимирович? Ну... На кого он опирается? Мне понравилась фотография в самом начале его первых встреч, когда он собрал там 40 крупнейших налогоплательщиков. Я думаю, что вот эта вот такая красивая, хорошая фотография, с одной стороны люди, которых мы все знаем, с другой стороны Игорь Владимирович Васильев, и вот они разговаривают о том, как они будут жить дальше вместе. По большому счету, не так много у нас экономических субъектов, которые действительно владеют практически всей экономикой, они все практически представлены в областном законодательном собрании. И поэтому каких-то ожидать серьезных перемен, ну, я бы не стал. То есть вот на самом деле есть договоренности, есть планы, есть принятие решений, которые зачастую осуществляются за пределами Кировской области. И самый максимально возможный и хороший путь, на мой взгляд, и правильный, это развитие местного предпринимательства, вот с местными небольшими, мелкими, средними предприятиями, которые бы здесь формировали рабочие места и имели возможность торговать повсюду, и по России, и за рубежом. Правильно ли я поняла, вы считаете, что Игорь Васильев опирается на бизнес? — Сегодня другого практически невозможно. То есть, естественно, он опирается на тех, кто может наполнить бюджет Кировской области. То есть мы видели на примере, да, то есть последний жертв доброй воли, это химкомбинат, в общем-то, пожав руку, сказал, что мы заплатим 500 миллионов бюджет Кировской области. Ну, вот как это назвать? Я, честно говоря, затрудняюсь. То есть это такое самообложение на самом высоком уровне. — Договорились, это называется. — Ну, я думаю, что это всё-таки делано всё по закону, и там, так как бюджет консолидированный, да, то есть каким-то образом нашли вариант при этом заплатить в рамках того, что должно быть уплачено, именно в бюджет Кировской области. Я не знаю этого механизма, к сожалению, да, но то, как это преподносится о том, что... — По-моему, этого механизма пока никто не знает. — Ну, знаете, я... — Ну, может быть, только в здании, которое напротив. — Ну, я думаю, что это однозначно не договор пожертвования. Что-то мне подсказывало, что это не договор пожертвования. — Так, хорошо, Михаил, у нас с вами осталось 4 минуты, поэтому давайте немножко ещё попрогнозируем. — Ну, очень люблю это занятие. А на самом деле мы в нашем Вятском экономическом клубе, куда я пользуюсь случаем, я вас приглашаю. У нас он достаточно закрыт, мы не всех приглашаем. — Пароли явки мне задайте, я пройду. — Мы на самом... да, это после передачи. Вот, и на самом деле мы как раз с тем, чтобы было интересно и чтобы было практично, после каждого заседания стараемся прогнозировать. То есть по теме, что, собственно говоря, будет. Вот интересно там были прогнозы, да. Интересно. — Ну, так вы не останавливайтесь, говорите дальше. — Ну, например, был интересный прогноз. У нас, например, есть такая эко-ярмарка, да, то есть Валерий Васильевич проект реализовал. И у нас была такая вопрос, появятся ли там настоящие, новые, независимые предприниматели со своей продукцией. Ну, сколько их много появится. То есть не тот там Вожгельский москодельный, сыродельный завод, там, либо там даже там Мухинский, отличная компания агрофирма там, да. Вот. А вот те маленькие, может быть, небольшие крестьянские фермерские хозяйства, вот они должны появиться, они должны появиться со своим производством новым, да, и иметь возможность там на каких-то условиях торговать. То есть при этом будучи абсолютно там независимым, там, ну и так далее. Вот это очень интересно будет понаблюдать. Потому что на сегодняшний день, ну, я, по сути, все, кто там есть, они были и до этого. Правда? Вот. Это вот первый такой прогноз был. И многие сказали, что появится. Ну, там не говорили, там о десятках говорили, появится там один, два, пять, там. Вот как-то так. Я хотела видеть и прогновальное вас спросить, Михаил. Каким будет 2017 год? Кировская область будет существовать. Несмотря на все слухи об объединении и прочем, Кировская область будет, у нее будет бюджет, бюджет будет социальным. Вот. И я думаю, что отдушина в виде таких, скажем, проектов инициативного бюджетирования, она будет, ну, скажем так, расширена, как минимум, за счет федеральных средств. Я все-таки тогда обращусь к блогу экономиста Якова Миркина, который выложил на бизнес-новостях. Я процитирую сейчас, ну, вот буквально очень коротко. Вот несколько вариантов он рассматривает. Вариант первый. Повторение 2016 года. Жизнь около нуля. Вероятность 45%. Вариант второй. Небольшой рост. Просто потому, что жить, не стремясь оттолкнуться одна, невозможно. Шансы 20%. Третий сценарий. Более уверенный рост. Шансы 15%. Четвертый. Резкое похолодание в экономике. Вероятность 10%. И пятый сценарий. Поворот властей к энергичному стимулированию роста. 10% вероятность. 10% это хорошее. К чему вы? Оптимистично. Лично вы к чему склоняетесь? Я склоняюсь к тому, что будет проедаться запас прочности. То есть он у нас еще какой-то существует. А он еще есть? Он еще какой-то существует. Ну, в принципе, у нас есть определенная подушка. Ее в свое время называли фонд благосостояния будущих поколений. Я до сих пор помню, как я комментировал это. Ну, на самом деле, эта подушка, которая была в тучное году сформирована, я думаю, что в следующем году она будет успешно доедена. Тем более осталось-то немного. Это означает, собственно, то, что у нас будет все подготовлено к выборам. И, в принципе, посмотрим, на мой взгляд, они должны состояться именно в следующем году. Мы сейчас с вами про выборы президента говорим. Да, да, про выборы президента. То есть они, скорее всего, будут досрочно. Это мое мнение лично, оно субъективное, может, оно несколько оторвано от нашей передачи. Но политика – это концентрированная экономика. И в данном случае подойти к смене власти в хорошем экономическом тонусе, ну, как минимум, не хуже сегодняшнего. Это будет та задача. Я бы на это поставил процентов 80. Вот на этом мы закончим. Посмотрим, в следующем году сбудутся или не сбудутся наши, ваши прогнозы. Спасибо. Это было особое мнение Михаила Шевелева, руководителя Кировского отделения политической партии «Гражданская платформа». Я благодарю вас за эфир. Спасибо, Юля. И до встречи в следующем году. Всех с наступающим новым годом. До свидания.